Друзья, всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами простым и, на мой взгляд, очень быстрым способом, как делать затирку наружных углов с помощью эпоксидной затирки. Такой способ, который я сегодня покажу, на мой взгляд, самый подходящий для проходных зон. То есть, когда у нас имеются откосы, где есть большая вероятность, что их можно сколоть. То есть, именно такая затирка защищает угол, запиленный под 45 градусов от скола. Поэтому сегодня рассмотрим именно этот вариант. Перед началом ролика хочу рассказать вам про сервис поиска специалистов Profi, который сам недавно опробовал. Profi – это приложение для специалистов, где клиент описывает задачу, а специалист выполняет ее. На своем опыте я убедился, что все максимально просто. Клиенты создают заказы, а специалисты просматривают их в ленте, выбирают понравившиеся, оговаривают условия и выполняют их. Страница специалиста на Profi – это как сайт-визитка. Здесь можно разместить примеры своих работ, рассказать о себе и своих услугах, собрать отзывы клиентов, а также публиковать расценки. В приложении вы можете просматривать заказы в ленте и брать только те, что подходят именно вам. Заказы можно найти рядом с домом и сделать себе свободный график. Регистрация быстрая и удобная буквально за несколько минут. Profi – это сервис, который помогает клиентам и специалистам встретиться. Зарабатывайте на том, что умеете. Ну, а ссылочка будет, конечно же, в описании. Итак, без всяких прелюдий сразу же приступаем к делу. Для того, чтобы выполнять работу быстро и качественно, нам необходимо взять шпатель для силиконовой затирки, который продается в любом магазине, и вот таким вот образом превратить его в наш рабочий инструмент. Итак, сделав отверстие сверлом 4 мм, я удаляю лишнюю часть, которая мне не нужна. Обратите внимание, что вырезать часть шпателя необходимо таким образом, чтобы отверстие находилось за гранью угла, который мы изготовили. Ну, и в процессе работы можно будет чуть-чуть расширять этот угол, для того, чтобы остаток, который получается за счет этого отверстия, был меньше. Также боковые стенки я подрезал под 45 градусов, чтобы было проще работать шпателем. Ну, и как вы догадались, смысл в том, что мы будем сразу же с излишкой наносить затирку и с помощью этого шпателя удалять ее с остатком того количества, которое нам необходим для уже последующей обработки. Вообще, раньше я показывал, как я просто наносил эпоксидную затирку с помощью шпателя, потом с помощью него же делал вот этот остаток, для того, чтобы он подстыл и в дальнейшем обрабатывать. Но на самом деле это долго. Плюс стоит понимать, что только лишь этим шпателем у нас не получится сделать шов, который я запланировал. В любом случае, придется дорабатывать с помощью мыла и, в общем, сейчас все по порядку, вы увидите сами. В общем, с помощью металлического шпателя мы хорошо загоняем затирку в наружный шов. Далее проходимся все это дело мыльным раствором. И вот теперь как раз наш шпатель и пригодится нам для того, чтобы сразу снять всю лишнюю затирку. По факту у меня получилось так, что данный шпатель, который мы изготовили, я еще раз немножко подрезал, чтобы остаток был чуть поменьше. После того, как меня результат устроил, я сделал им все углы. А у меня в квартире их приблизительно больше 30 метров только на вот такой вот плитке. Соответственно, действительно, я очень быстро прошелся все углы и после этого я приступил уже к доработке. Также обратите внимание, что я, в принципе, ничего не вырезал. То есть, вот это была именно первая пробная попытка. То есть, она слегка была неточной и, в общем-то, мне пришлось что-то там подправлять. Я понял, что остатков слишком много. Вот после этого момента я еще немножко подрезал шпатель и вот доработал и уже получил как раз таки идеальный вариант. Сейчас далее покажу уже, как у нас получалось остальные углы делать с первого раза. И я думаю, что результат вас приятно удивит. Далее немножко расскажу про эксперимент. Дело в том, что я своему подсобнику раз в 20 показывал, как делать эти углы и у него это не получалось. Притом, где-то получалось, что он больше снимал или где-то были прям вот такие дырки. Потом, если он начинал заделывать, затирка имела другой цвет, потому что там уже она в мыльном растворе. В общем, на самом деле сложно сделать, хотя сейчас многие скажут, что все это делается элементарно. В общем, после того, как мы сделали вот этот шпатель, он самостоятельно затер все остальные углы. И, в общем, условия были такие, что если у него не получится, мы просто все будем делать по новой. В итоге он все сделал на твердую четверку. Там есть небольшие ошибки, но я решил ничего не исправлять. Кому интересно, как он справился и вообще, какие ошибки он допустил и как их не допустить, я сделаю короткое видео в Instagram, где постараюсь подробно все наглядно показать и объяснить, почему так получилось. Так что, если вы не подписаны туда, обязательно заходите. Скоро выйдет туда видосик. Ну, а здесь, если возвращаемся к работе, в общем-то, я думаю, что без моих комментариев все понятно. То есть, с помощью этого шпателя мы делаем уже практически готовый угол. Единственное, он имеет небольшие такие рваности, если можно быть точным назвать, потому что все-таки эпоксидная затирка, она более крупная. Ну, есть разные эпоксидные затирки на самом деле, неважно. Поэтому, после того, как мы снимаем вот эти вот излишки, у нас получается практически готовый угол, потому что через 2, 3, 4 часа нам надо подойти к ним и уже дать вот этот глянец. То есть, хорошенько уплотнить их и доработать. Мы сегодня это тоже сделаем. И вот обязательно именно через это время, в принципе, те, кто уже набил руку, они могут и сразу делать. Но, опять же, повторюсь, лучше делать через 2 часа, потому что эпоксидная затирка становится совсем другой. И вы хоть раз попробуйте сделать, именно когда она будет застывать, и вы поймете, о чем я говорю. Дело в том, что в старых видео я говорил определенное время, но, как показала практика, при работе с разными затирками, они имеют абсолютно разное время застывания. Одна из эпоксидных затирок, там какая-то экологическая, я уж точно не помню, вообще застывала через 40 минут. Соответственно, нет какого-то четкого времени, все делается путем эксперимента. И вот сейчас про этот момент тоже подробно поговорим, чтобы было до конца понятно, как это делается. После того, как я только нанес эпоксидную затирку, я прошелся сразу же вот этим шпателем, и теперь мы можем в некоторых местах пройтись вот таким способом убрать излишки, которые мешают. В целом, ничего страшного не будет, если мы их оставим, но вот именно в таком подходе будет максимально просто дорабатывать уже угол. Для того, чтобы понять, когда нам приступать к второй фазе доработки, нам необходимо ту затирку, которая была замешана, попробовать, какая она у нас стала. Она должна быть такая более-менее резиновая и не липнуть к рукам. В общем, дальше мы приступили уже к доработке углов, а также доработке обычных швов, которые мы затирали на этой стенке. С помощью жидкого мыла мы пригладили все обычные швы и уже перешли непосредственно к азапилам под 45 градусов. Ну, этот момент я уже показывал, но все равно, чтобы ролик был понятен тем, кто не смотрел старый, еще раз поясню. Здесь с помощью мыла и уже руки максимально воздействуем на затирку, потому что она жесткая и никуда она не денется. Все, что у нас вылазит, то есть вот эти вот остаточки, мы удаляем с помощью ножа. И это надо делать обязательно, потому что если мы просто пригладим затирку, то будут бугорки. Очень часто я наблюдаю такую ошибку на ютубе, когда делаю такую затирку. Если мы посмотрим здесь, то никаких бугорков здесь нет. То есть затирка получается гладкая и напоминает какой-то молдинг, как будто вставили его прямо в угол запильный под 45 градусов. Дальше я попытался сымитировать такую ситуацию, как будто кто-то вдруг задел этот угол и вот он, прям все непонятно, что с ним делать. В таком случае мы удаляем затирку прямо из самого шва. Берем эпоксидную затирку, которая у нас осталась. Обязательно ту, которая замешана была и которой мы делали эти углы. То есть она такой же абсолютно консистенции. Набиваем эту затирку в шов и продолжаем формировать угол. Вот поэтому и необходимо ждать это время, потому что мы можем очень легко любой угол исправить, мы можем что-то подкорректировать. Поэтому данный способ появляется, на мой взгляд, самым простым и в то же время эффективным. Ну и напоследок давайте посмотрим результат, который у нас получился. То есть обычные швы, мы не стали в них углубляться, потому что здесь все понятно. Единственный момент, делали доработку с помощью мыла. Дело в том, что многие переживают и задают мне вопросы, не влияет ли мыло как-то на качество затирки или еще на что-нибудь. В общем-то никакого вреда для затирки нету. Когда мы были на обучающих курсах в Литоколе, именно вот этот способ жидким мылом там и показывали. Но показывали на примере только внутренних швов. То есть к наружным углам, естественно, мы уже сами его применили, потому что смысл получается абсолютно тот же. Ну и напоследок хочу пояснить, в каком случае вот такой вот вид затирки будет максимально эффективен. Кто-то может сказать, что лучше затереть так, когда у нас будет кромка видно. И в принципе это дело на любителя. Тут каждый выбирает сам, как ему хочется. Ну, я думаю, что выбирает заказчик. Но в проходной зоне вот такой вот угол будет гораздо мощнее. Я снимал как-то видео, где разбивал бутылки об такие углы. Ну и также очень часто на плитке бывают какие-то небольшие неровности, загнутые края и так далее. В общем-то, вот этот способ помогает сразу же убрать все эти моменты. Ну, а если заказчику нравится по-другому, то делаем как он захочет. В общем-то, на этом у меня сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok